В игре Hungry Shark Evolution две игровых валюты, монеты и алмазы. И если монетки еще можно более-менее заработать, то алмазов за один раунд дают максимум 3 штуки. В то же время прикольные апгрейды в магазине и некоторые акулы стоят сотни алмазов. Получается для анлока акулы за 450 алмазов нужно отыграть как минимум 150 раундов. Задротство в чистом виде. Ограничения эти связаны с тем, что игра бесплатная, а вот алмазы предполагается приобретать за реальные деньги. Игра просто напрашивается на взлом, чтобы добавить алмазов. Для взлома игр на андроиде существует как минимум три программы. Есть еще одна на китайском, но пользоваться ей по понятной причине не получится. Сразу отметаем программу CheatDroid, это просмотрщик расшаренных переменных, мало общего имеющих со взломом. А вот две других, GameCyth и GameGuardian как раз то что нам нужно. Они занимаются поиском в памяти и заморозкой определенных значений, отвечающих за опыт, очки, деньги, ресурсы и тому подобные параметры в игре. Ну что-то типа ArtMoney, пожалуй наиболее известный современным геймерам пример. Хотя олдфаги вроде меня еще помнят аналогичную программу для MS-DOS, которая висела в памяти и позволяла не выходя из игры просматривать текстовые файлы. Программа была отечественная, и ребята так и написали в Redmi, что мы очень любили играть в квесты, с прохождениями конечно, а каждый раз печатать туториалы было лень. Вот они и сделали такой просмотрщик для немногозадачного MS-DOS. Впоследствии программа обросла и теми самыми функциями по поиску и заморозке значений в памяти, и получила название PlayerStool. Был еще аналог HackTool и американский аналог GameWizard. Теперь как видите подобные программы пришли и на Android. Что же попробуем ими воспользоваться? Сразу хочу отметить, что для работы программы требуется root, не забывайте разрешать приложением root доступ. Также обращаю внимание что читы если и будут работать, то только для оффлайновых игр. В онлайн играх сервер просто сбросит все ваши измененные значения, это в лучшем случае, а в худшем забанит за читерство. Начнем с GameGuardian. В PlayStore этой утилиты нет, ее нужно скачать с официального сайта и установить как обычную APK. Запускаем программу и не забываем дать ей root права. В программе нужно установить временную папку ztempath. Пропишите там slash sdcard. Теперь запускаем игру. Обратите внимание что по центру появилась полупрозрачная иконка, именно она запускает GameGuardian во время игры. Итак у нас есть некоторое количество алмазов, прописываем его в поиске программы и ждем пока она найдет это значение. Как я уже сказал, в вашей игре это может быть все что угодно, деньги, очки, ресурсы. Возвращаемся в игру нажатием на квадратик и теперь уже в игре изменяем количество алмазов, зарабатываем или тратим, и снова ищем на этот раз обновленное значение. В GameGuardian найденных значений станет значительно меньше. В теории нам нужно повторять это действие, пока не найдете то нужное значение, отвечающее за нужный параметр. После чего это значение можно сохранить коротким тапом, задав ему какое-нибудь имя. Длинный тап позволяет задать нужное значение и зафиксировать его, чтобы оно не уменьшалось. Так можно получить бесконечные деньги и жизни. Это в теории, на практике после третьего или четвертого поиска значение не находится вовсе. Чего я только не пробовал, и тратить алмазы, и зарабатывать не получается. Fuzzy-режим, который сам сканирует все возможные значения, также не помог сделать чит. Давайте попробуем следующую утилиту, GameCzech. У нее довольно странная установка, сначала вы качаете из PlayStore Installer, запускаете его, а он уже ставит основную программу. Сам инсталлер после этого можно удалить. Опять-таки не забываем дать программе рутовые права. В отличие от GameGuardian, читер GameCzech запускается по горячей клавише, которую надо задать в настройках. После этого заходим в игру и повторяем аналогичные действия. Нажатием на заданную горячую клавишу, вызываем утилиту и ищем текущее значение. Так повторяем несколько раз, пока, как и в случае с GameGuardian, значений просто не остается. Что ж, как видите я потерпел фиаско. Это неудивительно, ведь защита от подобного чита очень простая. Достаточно скажем хранить десятки в одной ячейке, а единицы в другой, и хрен вы чего найдете. Очевидно, что разработчик постарался максимально скрыть значение алмазов, так как он зарабатывает на них реальные деньги. Собственно именно так их игра и зарабатывает. In-app purchases. Пробуем последний метод взлома, редактирование сейвов. Сейвы игра держит вот по этому пути. Фиксируем определенное количество алмазов, делаем копию этого сейва, затем изменяем значение, опять делаем копию сейва и так далее. В результате у нас появится несколько сейвов с разным количеством алмазов. Теперь переносим эти сейвы на компьютер, и с помощью 16-ричного редактора пытаемся найти наши алмазы. Редактор кстати порадовал тем, что сам предложил создать все необходимые папки для portable режима, то есть работы без установки. Люблю такие. Я честно провозился полчаса, но так ничего и не нашел. Видимо значение алмазов и здесь захешировано, или я что-то делаю не так. Тем не менее именно этот метод сравнения изменившихся параметров в памяти или в сейвгейме, и является основным способом создания трейнеров и читов. Так что попробуйте, может вашу игру и получится взломать. Что же делать с Hungry Shark Evolution? Ну в сети есть файлы сохраненки с полностью максимальными параметрами всего, так что можно заменить им свой и играть. К сожалению мне этот способ не подходит, так как я всего лишь хочу алмазов, а остальное открывать самостоятельно. Стоит сказать и о Hungry Shark Evolution Hack Tool, ссылками на которые засран весь интернет. Вот только для скачивания нужно пройти дурацкий опрос. Как и любые ссылки с опросами, это разводило.